Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги «Левит», перевод российского библейского общества, я читаю для библейского портала «Экзегет». Ну вот мы первую главу читали и говорили о том, что мы не приносим этих жертв, мы христиане. Иудеи тоже не приносят, но надеются, что когда восстановят храм третий в Иерусалиме, то станут приносить, уж будет ли это или нет, мы не знаем. И, казалось бы, поэтому книга «Левит» для нас неактуальна. Но в ней, как мы видели в первой главе, есть некоторые важные принципы, которые позволяют нам понять, а что это вообще такое служить Богу, приносить Ему жертвы. Сегодня ведь жертвы, но баранов, быков не режут обычно, но люди жертвуют что-то в храм, Богу, помощь ближнему могут рассматривать как некую форму жертвоприношения Богу. А где здесь критерий, вот как сделать так, чтобы это было Ему угодно. Первая глава была про жертву все сожжения, а про жертву, когда Богу отдается все. Вторая глава неожиданно не про животные, хотя про животные будет еще дальше. Давайте подумаем, почему, но сначала начнем читать. Если кто-нибудь делает Господу хлебное приношение, то оно должно быть из пшеничной муки. Пусть он польет муку оливковым маслом, положит ладан и принесет священникам потомкам Аарона. Смотрите, пшеница это самое ценное зерно, ну, сегодня у нас, конечно, здоровое питание, поэтому люди любят всякое такое экзотическое, а тогда это самое вот дорогое. Пшеничное, да еще и оливковым маслом, да еще и ладан, это благовоние, потому что это все сжигается. И, соответственно, вот, опять-таки, отдать лучшее. А почему вдруг после мяса хлеб? Да потому что люди едят хлеб с мясом. Вот кочевники особенно, они, кочевники на данный момент, они жарят мясо и пекут хлеб. И Богу отдают то, что сами едят. А не Бога себя представляет таким большим человеком, который тоже ужинает с жареным мясом и хлебушком? Да нет, просто Богу не нужно что-то такое особенное. И Богу отдается то, что, в общем, люди сами для себя делают. Просто часть этого, причем лучшую часть, они отдают ему. И пусть священник возьмет оттуда горст муки с маслом, ну, соответственно, вот эта пшеничная мука, смоченная маслом, а также весь ладан, и сожжет на жертвеннике, как знаковую долю жертвы. Это будет дар Господу, благоуханный дын, приятно ему. Остальная часть принадлежит Аарону, его потомкам. Это святыня святыня, она взята от даров Господу. Так, а это о чем? Люди приносят жертву Богу. А почему сжигается в первом случае всесожжение все, а здесь лишь часть? Ну, всесожжение – особая жертва, которая, собственно, высшая форма жертвы. А вот здесь человек приносит в храм некоторое количество хорошей муки, политое оливковым маслом, потом вот эта мука сжигается вместе со всем ладаном. Ладан идет Богу целиком, а остальная священника – Аарону, его потомкам. При этом это святыня святыня. Ну, если надо прокормить священников, понятно, они не сеют, не пашут, скот не пасут, они заняты в храме, значит, надо им приносить еду какую-то, на что они иначе будут жить. То почему это называется святыня святынь? Почему не сказать, вот тебе священник мешок муки, а Богу мы сожжем вот это небольшое количество символическое? Да нет, потому что то, что дается священникам, это тоже жертва Богу. Они же Божьи, они в его доме. Как если ты приносишь царю какие-то дары, то царь не лично съедает все сам один, он делится со своими служителями. Вот так то же самое и с Богом, то есть это тоже жертва Богу, хотя она физически идет священникам. Но это мука, это самый простой случай. Если твое хлебное приношение испечено в печи, то есть уже готовый продукт, то оно должно быть из пшеничной муки, пресные лепешки, смоченные оливковым маслом, или пресные коржи, промазанные оливковым маслом. Вот хлеб с маслом, да, вот такой признак того, что не голодают. И здесь то же самое, но масло у них оливковое, а не коровье, потому что они его ели. То есть, опять-таки, Богу дается от достатка, Богу дается лучше. Если твое хлебное приношение приготовлено на противне, то есть в печи оно печется, а на противне просто заливается тесто, и оно там слегка подгорает, такая маца, вот, собственно говоря, то это должен быть пресный хлеб из пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. Разломай хлеб на куски и поляй оливковым маслом. Это хлебное приношение. Вот разные виды, но принцип один и тот же. Лучшее и приправленное. Если твое хлебное приношение приготовлено на сковороде, то оно должно быть из пшеничной муки на оливковом масле. Слушайте, а почему не установить раз и навсегда одинаковый вариант хлебного приношения? Чего это? В печи, на сковороде, на противне. Ну, даже скучно это читать. А не надо однообразия. А вот у каждого человека свои привычки. Кто-то любит такой хлебушек, а кто-то такой. И пусть Богу он приносит такой, какой он хочет, какой он любит. Не должно быть казармы. Вот, казалось бы, тоже очень скучный текст, а принцип важный. Принеси Господу приготовленное так хлебное приношение, как так, а как хочешь. Вот много вариантов, какие, собственно, были в жизни. И отдай это священнику, а тот пусть поднесет его к жертвеннику, отделит часть приношения, как знаковую долю, и сожжет ее на жертвеннике. Это будет дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. Остальная часть принадлежит Аарону и его потомкам. Это святыня святыня, она взята от даров Господа. Тот же самый принцип, но он повторен еще раз, да, что ты приносишь все Богу, но часть идет священникам, как его служителям. Тем не менее, то, что съедают они, это не просто ты с ними поделился, угостил их, а это твое приношение Богу, но Бог с ними поделился своим, да, ты же уже ему это отдал. И в данном случае священник выступает одновременно и как такой управитель. Он отделяет, что для Бога сам, а не сказано сколько. А вдруг он совсем чуть-чуть отделит, а остальное сам слопает. А вот у него и совесть, то есть доверяй совести другому. Не считай за священником, сколько он оставит себе. Тоже хороший принцип. Ты отдал, все, это не твое. Ваше хлебное приношение Господу должно быть приготовлено без закваски. Ни заквашенный хлеб, ни патоку нельзя сжигать, как дар Господу. Приносите их Господу, как первинки нового урожая, но не сжигайте их на жертвенники, чтобы вознести благоуханный дым, приятно ему. А вот тут совсем непонятно. Смотрите, ну, закваска и патока. Почему бы нельзя их добавлять? Ну, то есть, булочки, чтобы были повкуснее, да, мы же туда кладем всякие разные приправы, и потом, смотрите, хлеб мы обычно едим квасной, заквашенный с дрожжами, он вкуснее, чем вот эти пресные лепешки, чем мацану, по крайней мере, большинство так считает. Почему, как-то непонятно. И дальше. Все хлебные приношения приправляй солью. Нельзя, чтобы в твоем хлебном приношении отсутствовала соль договора с твоим Богом. Во всякое приношение добавляй соль. Почему нельзя закваску, а соль обязательно? Только что я говорил, вот что хочешь, что я принося, а почему не сказать, а хочешь сладких булочек с корицей и изюмом, а хочешь пресных лепешек мацы, а хочешь, я не знаю, там еще чего-нибудь, какие-нибудь крендельки с маком. Почему вдруг такие жесткие ограничения? А вот про патоку нам сказать сложнее, это очевидно, что-то, что делалось из плодов разных. А про закваску мы что знаем? Закваска – это то, что изменяет тесто. Вот ты поставил тесто, а оно уже там через несколько часов другое. Это уже не твоя работа. Это уже работа этих, мы сегодня знаем, микроорганизмов. Тогда не знали, из-за чего это. Но вот закваска – то, что меняет. Помните, потом в Новом Завете будет сказано, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Казалось бы, при чем здесь это? А вот потому, что ты оставил тесто, а пришел к нему, а тесто другое. А вот Богу ты приноси, вот какое есть. Вот то, что есть, твое, свое, неизменчивое, не подверженное изменениям. Мука, она всегда мука. Она, конечно, может сгнить, да, это бывает. Но, естественно, мы не этот случай рассматриваем. Она остается. Все то, что меняется по ходу, оно для Бога не годится. Богу нужна простота. А почему соль? Почему соль так важна? Во-первых, мы едим хлеб-соль, это такое универсальное. Без соли человеку трудно жить. Есть примеры, когда люди в каких-то трудных обстоятельствах не могут найти соль поваренную, и они болеют, у них там нехватка микроэлементов в организме. Но это, во-первых, то, что нужно, чтобы было всегда у человека. А во-вторых, то, что предохраняет от гниения. Ну, тогда не было всяких холодильников, изощренных технологий стерилизации, пастеризации. Была просто соль. Вот взяли, посолили, хорошо так посолили. Оно стоит долго. И соль – это договор, завет. Образ завета соль – то, что придает вкус пище. Без соли все-таки невкусно. Да, ну да, сегодня бессолевая диета, но мы уже избаловались. Мы хлеба стараемся поменьше есть, чтобы не толстеть. Ну, тем не менее, человек древности, у которого проблема была, скорее, нехватка пищи, чем, наоборот, переедание. Он очень ценил, безусловно, хлеб после мяса – это вторая по ценности пища, поэтому и в книге она появляется второй. И очень ценил соль, как возможность придать вкус и как возможность сохранить. И отношением с Богом придавай вкус, сохраняя их неизменными. И это символизирует соль. Если ты приносишь Господу хлебное приношение из первых плодов урожая, то есть, вот собрали урожай прямо сейчас, здесь, некогда заниматься там этой хлебопекарной всей деятельностью, вот прямо сейчас, вот горячее желание, вот Господь послал нам урожай, чем нам его отблагодарить? То приноси толченые зерна из молодых колосьев, поджаренные на огне. То есть, даже не размалывай их в муку, просто возьмёт самое первое. Книги Руф, кстати, описывает, как это было. Ну вот надо что-то быстренько приготовить, там жнецы в поле работают, ну некогда заниматься готовкой, молоть муку – это долгий сложный процесс. Мы сегодня в магазине в основном её покупаем, а ручная мельница – это долго надо крутить. Они взяли, потолкли эти зёрна, поджарили где-то на сковородке, на противне, и быстро едят. Ну такой перекус наскоро. Вот и Богу дай перекус наскоро. Добавь туда оливковое масло и посыпь сверху ладу. Это хлебное приношение. Но правила все те же самые. То есть, долго и муторно готовить не обязательно. Можно самое-самое скороспелое. Но только с соблюдением всех этих принципов. И пусть священник сожжёт знаковую долю этого приношения, честь зёрен с маслом и весь ладан, как дар Господу. А схема не меняется. То есть, ты можешь быть богатым, бедным, у тебя может быть много времени для того, чтобы всё это приготовить. Мало времени. Обильно, не обильно, но лучшее. Но обязательно вот с маслом, как то, что придаёт хлебу какую-то мягкость, вкус, аромат с солью. Обязательно без соли нельзя. И это идёт в основном священнику. Какую-то часть он сжигает, как знак того, что на самом деле это жертва Богу. А жертвователю ему тоже хочется. Об этом третья глава. Продолжение следует...